Доброе утро! У нас только что что-то произошло. Ага, здесь попадало. Здесь попадало. Надо, чтобы в окно ничего не попадало. Здесь попадало, но в окно вроде бы нет ничего. Только вот это. Вот всё полетело. Кактусы все разлетелись на мелкие части. Короче, снег устроил здесь дебош. Это у нас такое доброе утро. Давай. Давай, ложись в кровать. Ещё будем спать. Ещё рано просыпаться. Который час? Шесть. Всё. Доброе утречко. Я себе на кухне пью кофе. Думала, Кирюшка спит. А она уже не спит. Её вот этот вот мелкий зверь разбудил, пока я убирала, что там снег натворил. Да, снег? Натворил гадостей на кухне. Ночью. Не давал нам спать. Как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Ну, нормально. Поехали. Короче, ты знаешь только, что, кстати, учительница тебе передавала привет. Сказала, чтобы ты выздоравливала. Потому что я же написала учителю. И Лиза заболела? Я знаю. Тоже? Я знаю, у неё логоплит, и тошнит так же, как мне. Было плохо, только у меня ещё температура была, а у неё ещё температуры не было. И было так же плохо, как и мне. Так что она сегодня идёт к врачу проверяться. Я тебя тоже, кстати, пыталась только что записать к врачу. Меня этот сайт Healthy заблокировал. Я забыла пароль. Ввела другой пароль, а он мне написал. У вас слишком большая активность. Мы вас заблокировали на час. Поэтому я не смогла тебе записать в доктор. Через час буду пробовать. Сейчас пойду выведу вот эту вот собаку на улицу. Чё ты на меня смотришь? Дай поспать. А вы знаете, вот она берёт... Почему она чешется постоянно? Это кошмар какой-то. Где ты там? Точно она чухается. И у неё, мне кажется... Она нигде себе ничего не расчёсывает. Но мне кажется, у неё какой-то нервный стресс из-за того, что надо чесаться, чесаться. Отстань. На, погрози свой ошейник. И не трогай нас. Да, сейчас я оденусь. На, сейчас я оденусь, пойду в губи до тебя. Да будем с Кирой лечиться, завтракать, делать какие-то дела. Так, Кира, а где градусник? А где градусник? А, вот он. Кира сегодня ночью перелезла ко мне. А ты говорила, что я всю ночь не спала? Да. 37,2 у тебя. Температура у тебя есть. Поэтому сегодня записываемся к доктору обязательно. Идём, смотримся, проверяемся. И что? И что? Здравствуйте, моя солнышка. Сегодня уже точно нет. Сегодня Кирюша точно никто не гуляет. Сегодня сидим дома и лечимся. Поэтому отдыхай. Я думаю, что ты ещё, наверное, сейчас заснёшь, пока я выведу собак. Не да. Нет. Полежи без телефона. Полежи, подумай. Как могло такое произойти? Что ты заболела? Это называется вот это вот гульки по магазинам. Понимаешь? Когда мама говорит, Кира, пожалуйста, не ходи по магазинам. А Кира, нет. Ну что, мама меня просила в ТВ ходить. Нет, я тебя вообще не просила ходить в ТВ. Тогда тебе надо было что-то купить. А, ну это как для купить, а не каждые 15 минут. Держи. Всё, доброе утро. Тера, фу. Пошли одеваться. Одевай ошейник на себя. Пойдём гулять. Мне восемь. Да, да, да. Мы написали. Кто? Лиза. Что написала? Она написала, доброе утро, как ты? Я пишу, доброе. Я такая, типа, как самочувствие. Ну и что? Как самочувствие? Начинать и чай. Ладно. Пошла я с собаками. Одевай поводок. Ой, ошейник Тера. И пойдём гулять. Шанти, подушечная собака. Ты гулять пойдёшь? Пойдёт, наверное. Ты принесла вкусняшку мне, да? Давай, фу. Фу. Молодец. Давай я её выброшу, да? Вот так вот мы с Терой убираем в парке. Потому что здесь оставляют вот такую красоту. В общем, как вы поняли, я уже гуляю с собаками. Оделась, правда, легко. А на улице так холодно. Я вот на солнышко, на солнышко выхожу. И стою, жду, пока они сходят и сделают все свои дела. А Тера ходит и ищет вкусняшки, да? Убирает. И, кстати, смотрите, я попросила, чтобы она одела себе ошейник. Так ты себе его не одела, Тера. Идём дальше. Пошли. В общем, сейчас выголю собак. Закормлю Киру. Соберёмся и пойдём с ней в поликлинику. Наверное, без записи. Пойдём просто к мне отложку. Пусть её послушают. Скажут, что, как, зачем, почему. И дальше уже будем решать свои вопросы по мере поступления. Пусть, в общем, нам вообще скажут, что у неё такое. Дай бог, чтобы всё было хорошо. Надеюсь, просто температура подниматься выше не будет. Потому что с утра температура – это уже плохо. Вот так вот мы нашли выход, чтобы Тера взять на поводок. Потому что по-другому она домой, к сожалению, не идёт. Пошли. Идём ты, Руська. Неси свои пакеты. Идём. Давай, давай, давай. Я знаю, что ты... Ага, голуби. Я знаю, что ты ничего не успела сделать. Ну, а что сделаешь? Давай, может, возле дома сделаешь. Иди попробуй. Давай, иди. Иди гуляй. Ну, Тера, давай без капризов. Тяжёлое утро. Ты куда потёпала? Ну, откуда ты потёпала? Так, всё, идём домой тогда. Пошли. И вот я знаю, что если она не хочет идти домой, значит, она ещё не всё сделала. Тера. Капризная собака. Давай. Кстати, вон, просили Шанти показывать. Шанти, как всегда, рядом. Она никуда не девается. Да, Шантюся? Скажи, я никуда не деваюсь. Я всегда рядышком. Идём? Ну, вот уже и завтрак готов. Видите, завтракаем мы вкусно. И полезно. Здесь всё. И биточек, и вермишелька, и яичко, и салатик, и чаёчек, и кофеёчек для меня. Собаки уже поели. А там в комнате Кирюша что-то делает. Что ты делаешь, дочонок? Пошли завтракать. Не-не-не, пошли, дочь. Ты вчера не ела вечером, ничего я тебя не заставляла, потому что тебе было плохо. Сейчас пошли. Идём. Не-не-не, кот, вставай, даже ничего не говорится. И сейчас пойдём с тобой в поликлинику. Знаешь почему? Потому что, во-первых, у нас снова нету врача лечащего. Наш, помнишь, этот мужчина? Он уже не работает в поликлинике. Короче, нам снова нужно перезаписать декларацию. И надо, чтобы тебя послушали, посмотрели горлышко и всё остальное. Поэтому вставай. Не-не-не, идём, идём. Обязательно есть, Кирюш. А ну, стой. Остановись, на секунду. Ты чего? Я ж тебе ничего не... Да, мама, стрелки! Да я ж не лезу к твоим стрелкам. Да ты её дотрёжилась. Давай. Я уже голову помыла, видите, тоже подготовилась к тому, чтобы сейчас привести всё в порядок и идти с Кирой в поликлинику. Так, всё, малышка, тебе приятного аппетита, хорошего настроения. Всем, кто кушает вместе с нами, тоже приятного аппетита. Кирюха! Where are you? Я тут. Ты со мной? Всё, приятного аппетита, котя. Спасибо. Я готова выходить в поликлинику. Кира собирается. И сейчас, знаете, что нужно найти? Главное. Карточку. Так, паспорт свой возьму, потому что нам снова надо перезаписывать декларацию. Потом карточка. Кира, а где тут у нас была карточка? Смотри, я тебе сейчас оделась, и ты искать. Нормально или ненормально? Хорошо, только мне карточка нужна. Мама, ты в ванной закрыла теру. Я знаю, не страшно. А, вот карточка. У нас карточка лежит в пуфиках. Так, карточка есть. Паспорт есть. А теперь ещё нужно взять свидетельство о рождении. Мне так надоело. Уже второй раз мы перезаписываем эти декларации. Это просто какой-то кошмар. Знаете, уже смех и грех. Никак не можем найти доктора, который бы остался у нас надолго. Причём это только с нашим участком. Вот это вот беда. Но уже третий раз перезаписывать декларацию с врачом. Я в шоке. Сейчас приду и скажу, чтобы мне дали того врача, который будет в этой поликлинике до конца. До конца, до конца, до конца. Потому что, ну, всё уже. Не хватает терпения. Потом мы с Кирой после поликлиники зайдём в магазин. Нужно стирального порошка купить. И всё. И пойдём домой лечиться. Ну что, покажись. Ну, нормально, хорошо, всё. Я делала ты майку, которая для сна. Хорошо, давай штаны. Ой, штаны, господи. Кира, носки. И всё. Смотри, вы прыщили. Кирочка! Да, носки. Котик. Круто. Мы идём в поликлинику. А Кира смотрит на себя несколько лет назад и говорит, как я сильно изменилась. Я говорю, конечно, ты же выросла. Закрой, пожалуйста, душу свою. Закрой душу и тело. Я не знаю, как застегнуть. Она сама расстегнула. Как застегнуть? На защёлочке. Да-да-да. Не жарко будет. Нет, не будет. На улице, кстати, холодно. Мы в поликлинику. А я опять слегка одета. В общем, не Маша, а растеряша. Пошли. Так страшно в поликлинике, да, Кира? Мы с Кирой вышли уже от врача. Что тебе, Кира, сказали? Сказали, неделю сидеть дома. Неделю, неделю! Не хочу я дома сидеть! Да, неделю дома сидеть. Горло воспалённое. А что ещё у тебя? Тахикардия. И померила температуру там. Сколько у тебя? Почти 38, да? За 2 минуты измерения температуры по ртутным градусникам почти 38. В общем, сказали сидеть дома. Идём домой лечиться. Киросия купила спонжик. Да. Вот такой вот. Он ей просто нужен и необходим. А я купила себе стирального порошка. Потому что вот он мне нужен и необходим. Что? Заметь, перед тем, как мне померили температуру, мне сказали до среды дома. Потом померили температуру и сказали, что неделю сидишь дома. Да, да. Как только до температуры сказали до среды дома. А как только увидели, что температура есть. Короче, неделю сидеть дома. Всё. Наша школа закончилась. Кира со слезами на глазах говорит, мама, хочу в школу. Я говорю, ничего страшного. Школа от тебя никуда не уйдёт. Уроки будешь продолжать делать точно так же. Да? Да. А мы знаешь, что они купили? Я хотела кофе купить. Ничего страшного. Идём в мини-маркет. Латте попить. Идём в мини-маркет. Ну, идём в мини-маркет. С ним будет мини-маркет вкусненького купим. У нас здесь до сих пор дорогу делают. Никак не доделают. Мы уже дома. Что ты собралась делать? Я собралась. Собралась убрать бумажки. Вот эти штучки на своём столе. Да, наверное? Нет. А что? А ещё косметику. Давай, Кирю, всё поубирай. Кирюш, я серьёзно говорю. Мне не нравятся вот эти все твои расклады. Я маски заберу. А ты вот это всё убери, пожалуйста. Please. И пошла я Кире делать горячий чай. Делать ей лекарство для полоскания горла. Кстати, у нас для этого дела, для полоскания горла, есть очень классная штука. Называется фурацелин. Вот сейчас я, Кире, сделаю полоскалку для горлышка. Положу её спать. Дам ей декатилен. И будет она у меня лечиться. Не знаю, целую неделю ли она будет дома. Целая неделя-то, конечно, много по времени. На, Кирюш. Но пока в школу нам, видите, не разрешили ходить. Ну и правильно, чего? Снег, уходи отсюда. Да, я уберу эту штучку. Ладно. Сейчас один заболел, принесёт одно что-то, второй принесёт другое, что-то третий принесёт, третий что-то. И вот так вот эти болячки все соединяются. И получаются разные коронавирусы. Поэтому пусть уже сидит дома. Обидно, конечно, очень плохо, что она дома сидит, потому что пятый класс, куча новых тем, куча новых предметов. Всё это нужно учить, всё это нужно, чтобы учителя объясняли. И это ужасно нехорошо, что мы не можем. Что такое? Что мы в школу не идём. Что случилось, Кира? Я уже переживаю. Сегодня утром такой грохот на всю квартиру. И сейчас тоже. Кто-то упал или что-то упало. Всё нормально, собаки? Все живы-здоровы? Все прибежали, все прибежали. Айти, бози-бози. Ладно, я таки речаёк делала. А вы уже кушали. Ну-ка, посмотрите на этого зверя снега. Снег-зверь. Снег-зверь. Он обожает, когда ему так делают. Ой, ой, да. Ой, такой весь снежок. Ай-яй-яй. Ну чё, Ваня? Терушка, скажи, ну чё, Ваня? Смотрите, что ты ровно сделала, видите? Красавица, молодец. Сделала такую шкоду. Снег. Ну, покажи свои зубы. Покажи свои зубы. Тебе зубы снега? Ну, покажи, не покажу. Скажи, не покажу. Он иногда зубы показывает. Такой довольный становится. Ой, класс. Ой, класс. Не ревной. Кира дома отдыхает, а я решила ещё раз вывести собак на улицу, потому что Тера так ничего не сделала. Почему вас в ту сторону тянет? Тера, пошли. Помнила, что мне ещё нужно зайти купить пакеты для собак. Закончили с пакеты. Сейчас пойду в зоомагазин. За пакетами. Знаете, когда Кира дома и когда болеешь, вообще непонятно, чем себя занять и что делать. Я, наверное, сейчас приду домой, знаю, дам ей книжку и пусть она мне читает. А у меня, видите, до сих пор лоб не проходит. Но уже немножко легче стало. Ну, конечно, ещё всё не так радужно и хорошо, как должно быть. Но уже чуть-чуть легче. Я начала, кстати, пользоваться другой умывалкой. Возможно, это от умывалки меня так пообсыпало. Ну, будем смотреть. Попробую попользоваться другой. Посмотрим, что мне скажет другая умывалка. Будет ли у меня дальше аллергия или не будет. А пока за пакетами. Тера, пошли. Ничего ты не хочешь делать. Идём покупать тебе пакеты. Ходит, ходит что-то. Нюхает, нюхает и ничего не делает. А Шанти белок находит где-то. Шанти опять белочку нашла? Ну, там вроде бы нет её. Идём. У нас тут белки бегают по парку. И вот Шанти, видимо, её унюхала. Да? Ну, я не вижу никого, Шантюшка. Я, видимо, её пропустила. Пошли за пакетами. Пошли в зоомагазин. Красивые розовенькие пакетики для красивых девочек. Куплены. А теперь Шанти не могу найти. Тера, может, ты всё-таки пройдёшься? Ещё попробуешь делать все свои дела, которые ты не доделала? Нет. Ну, да ладно. Шанти, пошли домой. Кира? О, боже мой. Я тебя не увидела, представляешь? Что, плохо тебе? Голова болит. Голова болит? Всё, тогда отдыхай, раз головка болит. Мерила температуру? Угу. Так, лекарства выпила. Всё, тогда отдыхай, Маська. Сейчас мы у тебя забыли без телефона, да? Телефон тут лежит. Ну, ты его не смотришь. Хорошо. Всё, собаки, Кира лечится. Закрывай глазки, да, сейчас поспи немножко, тебе станет легче. Мы с Кирой так поспали днём, хорошо, что уже три часа дня. Проснулись, я сейчас пойду схожу в магазин, куплю курочки. Что ещё? А, Кирюшка хочет сникерса. В общем, чего-нибудь вкусненького куплю, потому что дома сидеть скучно, надо что-нибудь вкусненькое есть, да? С чаем. Что? Может, маленьких сникерсов купить, если будет? Да? Что, говори. Киря встала, померила и температуру. Короче, у неё температура 37,5, это очень нехорошо. Сейчас попробуем ещё раз. О, 37,6 уже градусник стал оранжевым. Он до определённого момента ещё зелёный, если температура нормальная. Если температура уже переходит границы нормы, то он становится жёлтый. Если температура переходит вообще границы нормы, то показывает уже красный. Боже, дай бог, дай бог, чтобы не было никаких серьёзных проблем и температура не повышалась больше нормы. Я уже начинаю переживать, Кир. Видишь, кто написал? Посмотри, имя. Её тоже не было. Ну, сегодня будет родительское собрание, кстати, у нас в школе 6 часов, поэтому мне до 6 часов надо успеть сходить во все магазины. И, скорее всего, наверное, сегодня будут говорить по поводу обучения, потому что с сегодняшнего дня Киев у нас переходит в оранжевую зону. Он был в жёлтой зоне, это у нас есть зелёная зона, жёлтая зона, оранжевая зона и красная зона. И с сегодняшнего дня Киев уже переходит в оранжевую зону по коронавирусу. Вот, поэтому, скорее всего, сегодня нам уже дадут какие-то ответы, как мы будем учиться и дальнейшее наше обучение. А также у нас сегодня достаточно много детей заболело, как говорит Кирюша. Сколько? Только сегодня не пошло в школу? Уже 6 человек, да? 5. 5 человек сегодня уже в школу не пошло. 5 не пошло, а 4 прям нормально так заболело, как я. Вот, короче, печально, ужасно, плохо, будем лечиться. Пошла я, в общем, в магазины, пошла я за жаропонижающим, потому что у меня, по-моему, его нету. Я не рассчитывала, что оно мне пригодится. Я сейчас как раз проверю, есть у меня жаропонижающие, нет. А, есть, есть, значит, мне не надо жаропонижающие, это я не буду покупать. Вот, пошла я только за вкусняшками. Кирюшка, если сейчас осилит встать, то будет делать уроки, да, зайка? Вот, потому что там, ну, много задавали. Можно было бы, конечно, перенести на завтра, но если еще перенести на завтра, то завтра, наверное, надо будет всю книгу по математике делать, да, Кир? Потому что там задали сколько? 6 примеров, по-моему, да, я сказала? 6 примеров задали. А если завтра, то будет все 12. И вот так вот накапливать не сильно хочется. Что, сладкая моя девочка? Сидишь тут отдыхаешь, да? Ой, потегусочки, гусочки, потегусочки, гусочки. И Шань, тюсенька тут тоже лежит. Все лежат. Все на месте. Одного снега нету. Он где-то, не знаю, где. Снег. 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 Не знаю, где снег. Снег. Снежок. Снег. А я не знаю, где снег. Снег, снег. А, вот ты. Есть. Меня уже переживать начала. Что там сидишь на балконе? Думаю, все, пропал котейка. Все, есть. Все на месте, пошла я в магазин. Всех собрала в одну кучу. Поняла, что со всеми все хорошо. Можно идти покупать вкусняшки. Китя, я ушла. Все, давай, зайка. Может, ты разденься, тебе не так жарко будет, котя? Давай, давай, переоденься. Все, купила, что хотела. Единственное, знаете, какая у нас оказывается проблема? Купить хлеба нормального. Реально нет нормального хлеба. Раньше я покупала украинский черный хлеб. Ну, кто живет в Украине, тот знает, что это за хлеб. Именно не бородинский, а просто украинский. В нормальных заводах, я так поняла, что не завозят. Или что с ними произошло. Но половинки, четвертинки продаются только уже нарезанные. И нарезанные, наверное, еще неделю назад. Потому что жесткие. И я вообще нарезанный хлеб не люблю. Я любила покупать именно маленькие четвертинки украинского, свежего. Сама ее нарезаешь и кушаешь. А тут реально вообще хлеба нет. В общем, мне пришлось купить совершенно другой. Кира, конечно, такой не ест. Я просто хочу кое-какой салатик сделать. Я купила вот такой вот прибалтийский. Может быть, Кира, кстати, его будет есть. Купила чеснок. Купила плавленый сырок. И я хочу сделать... Еврейская закуска называется. Это яйца, плавленый сырок, чеснок и майонез. Очень получится вкусненько. Ну, конечно же, яйца к этому, ко всему. Морковки взяла. Хочу сделать салат. У меня есть капуста, чтобы она не портилась. Натереть капусту с морковкой. И будет вот такой вот вкусный салатик. Курочка. Тоже хочу сегодня сделать ее. Ну, что-нибудь новое из курочки. Или беточки. Потому что Кира, в принципе, неплохо беточки кушала. Сникерс, за которым я шла. И еще один плавленый сырочек. Все. Вот такие вот покупочки. В принципе, ничего сложного. Все вкусное и все нужное. Китя, а как твои дела? Ты мне, пожалуйста, вот это главное. Мне главное, Кира, чтобы ты каждые 15 минут, вплоть до этого, мерила себе температуру. Давай, померяй. Потому что, если она будет повышаться, надо предпринимать меры. Покажи. 37,7. Там, наверное, вообще зашквал. Там 38,5. И какому градуснику верить? Я уже даже и не знаю. Но ты как себя чувствуешь? Я. Ну, голова болит и все. Вот тут 37,7, тут 38. А там аж 38,5. 38,4, 38,5. Черт знает что. А у нас, по-моему, градусников ртутных вообще нигде нет. Мы, по-моему, все градусники ртутные вывезли. Так, ладно, я пойду еще выйду сейчас с собаками, Кира, напоследок, хорошо? Ага. Буду готовить, кушать. А кому верить? Я не знаю, кому верить. Но если ты себя чувствуешь нормально... Ну, я более-менее себя чувствую. Только у меня голову, шею не держат. А голова... Ой, горло болит? Немножечко першит. Блин, я уже все, я начинаю паниковать. Ладно, я пошла с собаками выйду. Снег отстанет меня. Кирюша, пойди, пожалуйста, попей воды. Хорошо. Много-много воды. Тера, пошли гулять. Я не знаю, я реально не знаю, что делать. Так, горло. Тера, подожди секунду. Сейчас я Кире все дам, потом уже ты. На, держи лекарство. Все. Кира, блин, где ты лазила? Где ты могла простудиться так сильно? Ага. Капец. Я реально, ребята, переживаю, нервничаю. Все-таки у нас не получается избежать жаропонижающего. Температура повышается с невероятной какой-то скоростью. Кирюш, держи. Кир, держи. Встань, 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 встань. Облизывай эту штуку, доставай и себе вливай. Так что мы пьем... Давай, давай, давай. Она сладенькая. Вот так вот. Полностью надо все выпить. И еще набрать половинку. Короче, никак не получается. Температура повышается все больше, больше и больше. Поэтому все, решили выпить панадол. Если не будет понижаться температура с жаропонижающим, то будем вызывать скорую. Давай. А? Нет? Еще возьми половину. Давай, еще надо половинку, Кира. Выдавливай себе еще половинку. Но там же по весу надо, по росту. Я не могу, она слишком тупая. Я хочу водички. А? Я хочу водички. Водички сейчас дам. Начало это надо. На. Ну давай, 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 давай. Все. Я лично, Кира, капец как переживаю. Это ужас какой-то. Мне просто... Я не знаю, раньше болели, никто не переживал. Сейчас болеешь и все. Уже себя настраиваешь на все самое худшее, что может быть. Я, блин, держу крестики, крестики, дули, нолики, все что угодно. Держу только, чтобы это был обычный вирусняк. Который дает такую большую температуру. Жесть. Я просто надеюсь, что сейчас температура будет понижаться. И если она понижается, то значит все хорошо. Если не будет понижаться, то... То, я же говорю, вызываем скорую. А я пока готовлю ужин. Чай, Кирю. И что? И что? Блин, и что? Я уже не знаю, что делать. И готовлюсь к родительскому собранию. В общем, в голове сейчас у меня вот такой вот хаос, ребята. Реально хаос. Мне вроде стало немножко легче. Я тут решила посмотреть друзей. Готовлю беточки. Уже приготовила салатик, который я готовила с чеснеком, с чертым сыром и с яйцом. А Кира, представляете, у нас, несмотря ни на что, бочурка моя делает уроки. Сейчас узнает, какой она группе по английскому языку. Потому что раньше у них было только две группы, а сейчас уже три. А ты уже математику сделала, Китти? Уже математику почти сделала. Молодец, в общем. Все, ребята, мы занимаемся делами. Киру лечим дальше. Сейчас проверим, как у нее температура дела. Я только... Что, нельзя померить? Давай померим. Ты, я же говорила... И что, я не мешаю? Мешай. О, температура спала. Фу, это хорошо. Хорошо, жаропонижающие подействовали. Ну что, в какой ты группе по английскому? Третьей. Третьей? Все, тогда давай. А математику сделала уже, Китти? Да. Отлично. Математика, литература там осталась, да? И английский, и немецкий. Английский... Ну, там английский легко. Все остальное сделай. Так, что у меня здесь? Мои биточечки. Ах, красота. Ах, слепота. Ой, супер. На маленький нагонек. Накрываем крышечкой. И взем до готовности. Тут у меня Шанчуся сидит. Попрошайничает курочку. Да, попрошайничает курочку, девочка. Ну, я тебе уже, Санте, все дала. Все тебе уже дала. Хватит. А ты в диете, Тера. Я тебя только погладить могу, но ты на диете. Нет. Нет, ты сегодня на диете. Ничего не дам тебе. Ничего тебе не дам. Закончилось у нас родительское собрание. В общем, пока учимся по стандартному режиму. Никто никуда не уходит на карантин, слава богу. Я сейчас буду дожаривать картошку, потому что не успела. В связи с собранием родительским. У Кирюшки тут поднялась снова температура. Вернее, снова поднимается температура. В общем, она лежит. Ну, до конца уроки не сделала. Сейчас будет какой-то мультик смотреть. Ну, потому что действительно у нее или кино. Тера, да уйдишь ты, ну, господи. Ну, ребенок ты еще один. Да посмотрите, и все. Почему она у меня не лодит? Да не знаю вообще. Ходит за мной. Снег за мной сегодня ходит. Тера за мной сегодня ходит. Все ходят за мной. Одну Шанти я потеряла. А где Шанти? Шанти на кухне на стуле спит. А, Шанти на кухне на стуле спит. Она просто думает, что ей что-то там перепадет. Ей пару кусочков курочки перепало. Мне отправили твою историю. Какую? Не знаю. Ну, конечно, отправили. Температуру твою отправили. В общем, ладно, ребят, на сегодня говорим вам пока. Я пошла доделывать ужин. Кира будет отдыхать, лечиться. Держим кулачки, крестики, нолики. И как я уже сказала, и лечимся. Не болеем, выздоравливаем. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы поддерживаете. В Инстаграме уже куча смс-ок по поводу выздоравливать, лечиться. Огромное спасибо. Мы вас ценим, очень любим, обнимаем. И всем, ребята, еще раз огромное спасибо. Всем спасибо. Моечка моя. Все, ребят, всем пока-пока. Пока. Таштера. 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 Все, ребят, всем пока. Тера, скажи пока. Пока, скажи. Шутера, Шакира. Пока, ребят.